Власти города проводят огромную работу по привлечению туристов в Сочи. И очень важно, чтобы объекты показа были облагорожены. В прошлом году по указанию мэра на этом месте провели большую работу. Уложили около 400 квадратных метров тротуарной плитки, реконструировали торговые павильоны. Теперь аллея перед входом на водопады стала намного привлекательнее. Стелла Гвашева уже 7 лет ведёт свой семейный бизнес, торгует разными сортами чая. Женщины отмечают, этот уголок курорта значительно изменился за последнее время. Раньше у нас не было никаких условий. У нас стоял просто обыкновенный столик. Ни крыши, ничего. Но сейчас вот последние 4 года обустроили. Это красиво, это глаз радует. На самом деле, так вот я стою, красота. Единственное, что, конечно, всякие нововведения, они встречают какой-то внутренний протест. Человек не любит что-то менять. Но по итогу в целом получилось очень хорошо. С каждым годом отдыхающих в этих местах становится всё больше. За лето, по данным администрации Кичмайского сельского округа, здесь отдохнуло около 100 тысяч туристов. Их привлекает красота и ухоженность экскурсионного объекта. С собой они увозят не только сувениры, но и приятные воспоминания. Мы здесь первый раз. Всё замечательно. Всё обустроено, всё хорошо. Мы вот здесь вот отдыхаем. Нам очень нравится. Тихо, спокойно. Если в прошлом году 33-м водопадам ещё не хватало комфортных мест для отдыха и уюта, то теперь этот объект соответствует всем стандартам, отмечают гости. Ну а глава города поставил задачу провести освещение вдоль основных туристических мест. Это действительно великолепный объект показа. Такого объекта в мире нет. Всё лучше и лучше. Подъездные пути, дороги. Ну и, конечно, и сейчас там торговые точки, вы видите, как бы всё цивилизовано, всё правильно. Ну, я сделал некоторые замечания, они их истранят. Мы должны сделать великолепный, ухоженный объект показа. Как будут выполнены данные поручения, мэр Сочи обещал проверить через две недели. Инга Гаглиша, телекомпания ФКТ.